Чему ваша красота, если в душе вы твари, гласит надпись на этой стене, на фоне которой Мисс Шерстяное Лицо в очередной раз сфоткала свое НЕ Лицо, вы заметили, да? Вы заметили, кстати, одну маленькую интересную деталь? Обзор инстаграмов, то, чего я не делал еще, наверное, никогда. Зашкварных инстаграмов, которые мне прислали мои любимые зрители, или которые я нашел сам, потому что я иногда что-то делаю сам, действительно. Кстати, да, подписывайтесь на мой инстаграм, и, возможно, среди своих подписчиков я выберу кого-нибудь с зашкварным инстаграмом, я хотел сказать, и сделаю обзор на твой инстаграм, да, так что берегись. И вы думали, я забыл про комментарии? Я никогда не забываю про комментарии. Совершенно недавно я наткнулся в инстаграме на один интересный канал, да, это звучит как реклама, но нет, это антиреклама. Есть одна особа в инстаграме, которая считает, что она умнее всех. Woolen Face, или Miss Шерстяное Лицо. Какие же противные лица у вас всех? Вот у тебя, ты сидишь со своим противным лицом, и мне за тебя стыдно, серьезно. Ладно, на самом деле не мне, а вот этой вот барышне, которая никогда не показывала своего лица. А вместо этого угадайте что? Вот как можно фоткаться, не показывая свое лицо? Конечно, вы угадали. Можно закинуть волосы себе на лицо, если у вас длинные волосы, и фоткаться с волосами вместо лица. А я смотрю, вы не унываете со своими жалкими лицами. Кто-то даже умудряется постить свои рожи каждый день. Особенно мне противны жирные физиономии. Люблю утренние прогулки, жирные, как правило, еще не проснулись. Она оскорбляет мои чувства? Я за бодипозитив. То есть она, даже не показывая своего лица, решила оскорбить нас всех. Решила сказать всем нам, что у нас кривое еб... Она мой антипод. Она мой враг номер один. Она называет своих зрителей страшилки. Ну что, мои страшилки, скучали? Солнечные лучики уже падают на ваши неказистые мордашки? Пожалуй, мне пора исправлять ситуацию. Пойду порадую этот мир своей красотой, которой он явно обделен. Красотой? Серьезно? Девушка, которая даже не показывает своего лица, потому что, скорее всего, там даже не на что посмотреть. Она явно решила оскорбить всех и каждого. Она решила спровоцировать бурление масс. Но самое смешное, поверьте, в этом самое смешное, что она... Мне кажется, я стал ниже. Это все потому, что я тапки снял. Если мы соберем 20 тысяч лайков, то я свяжу с мисс Шерстяное лицо и запишу с ней совместное видео. Какая... какая грация. Это могло бы стать скибиди-челленджем. Но это не скибиди-челлендж. Я не буду это повторять, серьезно. Господи, нет. Нет, спасибо, но я не буду это повторять. Она продолжает в каждом своем фото, с каждым своем посте в Инстаграме, она продолжает засирать и оскорблять всех и каждого. Вы так много фоткаетесь, как будто красивые. Регулярно выставляете свои штампы и ждете похвалу в достойном количестве лайков. Хотите, чтобы вашу внешность оценили по достоинству? Тогда скажите мне, как должна выглядеть осыпь, чтобы вы могли назвать ее красивой? Лично я вижу колоссальную разницу между красивыми чертами лица и модными. Красивыми чертами лица и модными? Что такое модные черты лица? Я не понимаю. У меня модные лица черта или красивые? Я не знаю. Или уродливые? Скорее всего, третья. Первый вопрос. Как она дышит? Чем она дышит? Каким отверстием она дышит? Второй вопрос. Она только фоткается с волосами на лице или в реальной жизни она точно так же выглядит? Типа, она всегда ходит с волосами на лице и люди такие смотрят и... Че, блядь? Третий вопрос. Вы напишите в комментариях, а я передам ей лично и призову ее к ответу. Она ответит нам за все. Уууу, да тут у нас бодипозитив. У-ля-ля. Господи. Как вы относитесь к бодипозитиву? Наконец-то мы дошли до моей любимой темы. Можно считать себя абсолютно красивой в любом виде. Можно любить свой запах пота или волосатой подм... Я обожаю свой запах пота и волосатой подмышки. Я даже понюхать их сейчас могу, потому что я за бодипозитив. Можно гордиться своими большими объемами. Невзирая на то, что вес влияет на твое здоровье. Сердце, кости и органы. Да кому какое дело? На что влияет вес? Макдак, он ведь такой вкусный. Две мясные котлеты гриль. Специальный соус-сыр. Операция. Но это потом будет. Можно класть на мнение остальных и ни один нормальный человек тебя не осудит. Именно труд сделал из обезьяны человека. Угу. Налицо много труда, который сделал из обезьяны человека. Посмотрите, да. Красиво разговаривать. Быть привлекательной, интересной. Также результат работы над собой. Ходить на газово-коксовый завод. Это не работа. Подметать улицы, чтобы было чисто. Это не работа. Бодипозитив. Вот это действительно работа. Оказывается, у нее есть посыл. Чтобы показать, что девушка может быть красивой, интересной, интригующей даже без лица. Конечно, даже без головы она может быть интересной, интригующей. Просто с руками, с ногами. И вот вместо головы тут просто шея. И нету, не знаю, дыхательный какой-то путь. Зачем, в принципе, лицо, да. Глаза, ресницы, губы, все, вот нос. Я выступаю против навязываемых обществу стандартов женской красоты. Пухлых губ, выдающихся скул, нарощенных ресниц. Использование хайлайтера с целью добиться модных черт лица и другого, что превращает современных девушек в штампы. Красота в нашей уникальности. Красота в бодипозитиве. Я более чем уверен, что все таится там. Пухлые губы, выдающиеся скулы, нарощенные ресницы. Нарощенные ресницы, это единственное, что здесь вот, ну, пухлые губы, они могут быть от природы. Скулы тоже от природы. Я не понимаю, здесь, в этом списке, только нарощенные ресницы. Против чего она выступает? Против естественной красоты у кого-то пухлые губы. Естественным путем. То есть, она выступает против этого. Кто-то со скулами родился со скулами, представляете? Она выступает тоже против этого. Потому что у нее нету пухлых губ, потому что у нее нету выдающихся скул. Чему ваша красота, если в душе вы твари? Голосит надпись на этой стене, на фоне которой Мисс Шерстяное Лицо в очередной раз сфоткала свое не лицо. Вы заметили, да? Вы заметили, кстати, одну маленькую интересную деталь. Мисс Шерстяное Лицо прикрыла свое лицо и сделала акцент на других частях своего тела. Она немножко лицемерит за счет того, что она делает акцент на своем теле. Вот, например, на этой фотографии. Или вот на этой фотографии. Или вот на этой фотографии. Но прикрыла свое лицо и внезапно у нее такая мысль навязчивая идея Фикс выступать против пухлых губ и выдающихся скул. И нарощенных ресниц, конечно же. Почему она как настоящий бигфут, не знаю, снежный человек, не нарастила себе волос на свою грудь, на свои ноги, на свою задницу, чтобы доказать всем, что не нужна ни грудь, ни попа, вообще ничего не надо. Не нужен облик никакой. Ей тело не нужно, лицо не нужно. Она и без этого может красиво, и голос не нужен. Мисшерстяное лицо это из-за разряда каких-то активисток, которые просто придумывают какие-то идиотские идеи и пытаются донести их в массы. Совершенно не находя отклика, потому что, ну, типа, 13,5 тысяч человек серьезно подписались. Если бы эта идея действительно, она резонировала у большого, у огромного числа людей, у нее бы было, не знаю, миллион подписчиков, как минимум. Бывает, просыпаюсь утром, подхожу к зеркалу и прям в голове не укладывается. Как земля носит такую красотку? Не переживайте, страшилки, вам повезет в чем-то другом. Действительно, как земля носит такую красотку? Земля, она такая добрая, что она может носить бутербродик с вареной колбаской или зарядкой. У меня, конечно же, бутербродик с копченой колбаской. Я же не бич какой-то с вареной колбасой. Серьезно, бутерброды с вареной колбасой, кто-то их ест. Может, у вас докторская еще? Если каждого из вас раздеть догола, то останутся ничем не примечательные особи одного вида. Без брендов, говорящих об успешности за тех, кто их носит. Без всякого блеска, лоска, телесные, безликие, ноунеймы. Я понимаю прекрасно, что большинство, дети миллионеров, пустышки, абсолютно никчемные создания, которые пальцем о палец своей жизни не ударили, чтобы что-то сделать, создать, заработать. А родительские деньги умеют легко тратить, поэтому они... Она про них, скорее всего, говорит. Вот мой бренд, посмотрите, мой бренд, красавица. Это как Гуччи, только лучше. Это как Гоша Рубчинский, только... Шире. Связанная, наверное, как правило, с проблемами в детстве. Как минимум, она недолюблена папой по-тяжелому. И мамой в том числе. И то, что она там накручивает себе там волосы и так далее. Психиатрия чистая. Полностью согласен. Чистейшая психиатрия. Недолюблена мамой и папой в детстве. РЕН-ТВ и врачи с РЕН-ТВ никогда не врут. Они всегда попадают в яблочко. Вот за что я люблю и обожаю РЕН-ТВ. РЕН-ТВ, если вы когда-нибудь позовете меня сняться в вашем сюжете, идите нахер. Выключайте свое даблеботино-стереотипное мышление. Берите любые из моих божественных фото и создавайте мемы. Авторы произведения отправятся ко мне в сторис, а победителю удостоится королевское место в ленте. Действительно, она серьезно думает, что кто-то хочет попасть к ней в ленту. Посмотрите на лицо этого мужика, который сидит рядом с ней. Он по-любому был полон энтузиазма от того, что она села рядом с ним, что уснул как минимум, да? По-любому он сидел рядом с ней, но потом отсел. Чувак, который сделал закрытую позу, типа скрестил в руки, типа... Серьезно, серьезно. Вот как реагируют люди на мисс Шерстяное Лицо в реальной жизни. В Инстаграме она королева, а в реальной жизни она... Я даже не знаю, какой урок мы можем вынести из сегодняшнего видео. Из того, что делает мисс Шерстяное Лицо. Еще одна активистка, еще одна бодипозитивщица, которая считает, что ее идеи против пухлых губ, выдающихся скул и нарощенных ресниц, я не понимаю, как связаны все эти три параметра внешности, но она заставила меня задуматься. Заставила задуматься о моем несовершенном лице. Возможно, мне все-таки стоит его спрятать от вас все это время. Я допускал самую серьезную ошибку, показывал вам свое уродское лицо, и вы свои лица спрятали подальше, страшилки, уродины, красавицы. Но еще более креативных и идиотских страниц, которые вы найдете в Инстаграме, присылайте, пожалуйста, вот по этой ссылочке, которую я в описании оставлю, и берегите себя и свои лица.